Тазовская средняя школа Почти 9 лет она директор образовательного учреждения и более 30 учитель общества знаний и права. Ее жизнь неразрывно связана с профессией, а профессия – дело всей жизни. День мой рабочий не заканчивается и дома, потому что те документы, которые я не успеваю просмотреть дома, или я оставляю какие-то объемные документы, чтобы прочитать не на ходу, делаю еще после того, как покормлю своих домашних, еще разбираю документы или проверяю тетради, которые здесь в школе мне проверять абсолютно некогда, поэтому моя ежедневная сумка весит очень много, как портфель школьника. Мало того, что документы директорские, еще и детские работы, потому что предмет мой задают многие ребята, и работы мы пишем тоже достаточное количество именно направления контроля измерительных материалов. Ольга Николаевна родилась в Тазовском. Здесь ходила в детский сад, в школу, сюда же вернулась после того, как связала свою жизнь со сферой образования. Об этом, кстати, она даже не мечтала. Маленькая Оля хотела работать в музее или архиве, но пошла по стопам мамы и, видимо, не прогадала, ведь сегодня у Ольги Борисовой есть свой собственный стиль – ведение уроков. Может, вы не согласны со мной? Поспорим? Потому что она объединяла людей. Молодец. Еще? Она давала какую-то надежду по трудным временам. Да, верно. Она компенсировала чувства, она давала поддержку огромную. Это означало одну из функций, да? Хорошо. Еще? У меня очень много групповой работы и работы в парах. Даже если кто-то, есть такие ребята, которые стесняются говорить, и я, когда они работают в группах или в парах, они наверняка это видят, что я за ними просто немножко наблюдаю. И даже отсюда можно увидеть, что кто не говорит, он все равно какое-то свое слово напишет, скажет. Мы на клепчарте пишем все, делаем какие-то мини-проекты, они даже иногда снимают быстрое видео. Мне очень нравится, что я шагаю, мне кажется, всегда в ногу со временем, потому что сейчас давно говорят о том, что работа самостоятельная, осваивание знаний самостоятельно — это важная составляющая. То, что учитель на уроке — это не учитель, который приходит, наверняка заметили, если было, что он не просто приходит надзирать. У нас даже есть такое правило. Они работают в группе, я всегда говорю, вопросы есть, ничего не поднимаем, никакой руки подошли, комментируем, спрашиваем, консультируемся. Давно. И вот та самая самостоятельная работа — это и плюс детям, потому что они самостоятельно какой-то материал осваивают. Мы работаем со справочниками, с какими-то законами, текстами. Это тоже как бы и читательская грамотность, и функциональная грамотность, и всё на свете. Мне кажется, давно, потому что мне нравится, когда что-то движется, а не просто урок. Да, бывают какие-то не очень интересные темы, и вот ты долго думаешь, как бы это преподнести, чтобы им было интересно, чтобы они на уроке не заснули или ещё что-либо. Но есть на самом деле общество знания тоже такие темы, которые не знаешь. У меня ещё какая-то странная такая психология. Я могу продумать один вариант урока, и буквально идя где-нибудь, я думаю, а почему не так сделать? То есть я могу перестроить свой урок буквально на ходу. Потому что у меня возникла такая идея, которая может быть лучше осваиваемой нашими детишками, ребятишками. Она не любит, когда на её уроках молчат. Она может простить невыполненное домашнее задание. Но нежелание формулировать мысль, учиться отстаивать свою точку зрения – нет. Ольга Борисова отмечает, возможно, она придерживается непопулярного мнения, но уверена, что пятёрки в дневнике – это, конечно, хорошо, но это не главное в жизни формирующейся личности. Я считаю, что не надо требовать, потому что вот это требование рождает некий негатив. Ребёнок не хочет этого. Есть те, кто на самом деле хотят и учатся на отлично, и им даётся это легко. Есть те, кто добывают знания эти пятёрочные своим 25-часовым трудом. Поэтому не все отличники должны быть успешными людьми, потому что это давно доказано, что середнячки гораздо в жизни лучше устраиваются. Её уроки любят в классе изучения общества знаний. Царит демократия. Возможно, поэтому предмет – ежегодный лидер в списке выбранных для поступления. Ольга Николаевна очень добрая, открытая. И можно заметить, что она на одной волне с нами. То есть она может и на уроках пошутить с нами, и как-то под некую тему интересную для нас общается с нами. Из интересной истории, наверное, это то, что я один раз к ней зашла очень грустно. Она мне говорит, у тебя день рождения недавно было, да? Я говорю, да. Я тебя не поздравила? Давай сейчас поздравлю. И она берёт, достаёт мне брошку, бабочку, шоколадку, носочки. Я такая, подарочки. На уроках она не такая, просто на уроках она более серьёзная, потому что, ну, сразу нам даёт понять, что надо серьёзно относиться к этому предмету. Тем более ребята, которые её сдают, так как она нас подготавливает, она не терпит опозданий. И часто мы получаем за это. Вот, например, я сегодня опоздала, и, ну, мне очень стыдно, я не люблю опоздавать на уроке Ольги Николаевой. Вот, вот, она всегда есть определённый порядок в классе, и мне очень нравится, как преподаёт Ольга Николаевна, потому что она всегда учит нас говорить, то есть мы не просто сидим и записываем что-то, а всегда обсуждаем, она нас сама наводит на тему. И мне очень нравится, потому что ты начинаешь думать на уроке, и не просто сидишь так, ну, это надо запомнить, это надо выучить, а начинаешь как-то мыслить и сам более-менее разбираешься в предмете. Когда моя школа первая, всегда и везде, и во всём, тогда я горжусь собой. Когда мои дети, вот сегодня я гордилась своими детьми, что они говорят, они боятся. Когда я беру в десятом классе, к сожалению, я уже давно работаю в старшей школе, да, о которой сейчас много говорят, я преподаю только в десятом, в одиннадцатом классе уже достаточно давно, и когда я только беру детей, я им всегда говорю, молчащим очень часто, что самое важное и главное — мне вас научить говорить. Да, галочки-палочки вы наставите, но когда вы придёте в институт, и когда вам нужно будет сдавать зачёты, коллоквиумы, семинарские занятия, всё остальное, если вы не научились говорить, вам будет трудно. И вот когда я вижу прогресс каждого, ну не каждого, к сожалению, есть те, которые, ну, отсиживаются, честно, хотя это очень плохо и жалко, да, а вот то, что я научила детей говорить, отставить свою точку зрения, может, даже они не согласны с моей точкой зрения, но у нас всегда есть, да, не говорить и нет, не говорить, только да, потому что, нет, потому что. Вот тогда я тоже горжусь. Горжусь детьми, когда они завоёвывают первые места, когда у меня есть те, кто завоёвывают какие-либо гранты главы, когда наши дети становятся победителями большой перемены Всероссийской Олимпиады школьников. Это очень классно. После звонка позади остаются несколько уроков. Впереди десятки пунктов работы, с которыми справится только руководитель образовательного учреждения. В штате Тазовской средней школы сегодня работают более ста педагогов. Ольга Борисова любит посещать их уроки. Правда, отмечать, что времени в напряжённом графике на это зачастую не хватает. Ольгу Николаевну я знаю с 2017 года, как только я приехала сюда работать, в эту школу. И первый раз, когда я её увидела, я увидела её горящие глаза, которые смотрели на меня. И там был вопрос, кто ты, с чем ты приехала, с какими намерениями и с какими пожеланиями для этой школы. Потому что Ольга Николаевна, она очень любит свою школу, детей, которые здесь воспитываются, обучаются. Она всегда отстаивает правду, если знает, что это реально правда. Я её знаю как директора давно. И мне кажется, сейчас поменяй, другого директора поставь. Мне кажется, школа будет как-то выглядеть даже по-другому. Потому что я считаю, что Ольга Николаевна – это лицо школы. Мы настолько уже привыкли, и я говорю, что настолько она вот открытый человек, она с каждым, она с детьми. Вы бы видели, как она разговаривает с детьми? Они все бегут туда толпами. Зайдёшь, Ольга Николаевна, в приёмную – там дети. Там дети, всё время дети. Двери в её кабинет открыты всегда. Здесь проходят деловые переговоры, дружеские встречи, решаются рабочие моменты. И организовываются стихийные чаепития. Кстати, это тоже фишка директора Тазовской средней школы. Это место с историей. Её можно прочитать по фотографиям, которые украшают практически всю стену. На фото семья и выпускники, которые за много лет уже тоже стали родными. Кстати, некоторые из них сегодня работают под началом Ольги Борисовой. Работается легко, потому что я её уже знаю, и как директора я её уже знаю, и как педагога знаю. И даже я уже третий год работаю под её руководством. И даже здесь уже, будучи её подчинённым, она всё равно где-то направит, где-то подскажет, то есть не ругается, тоже подбирает правильные слова. Валентина Маркова, учитель истории, преподает предмет так, чтобы даже сотни дат, которые нужно выучить к экзаменам, усваивались легко и с интересом. Она была в первом выпускном классе Ольги Борисовой. Ольги Борисовой отмечает, научилась у неё необычному подходу к обучению и любви к своей работе. Она к нам пришла в класс, когда мы учились в 10-11 классе. Мы у неё были первые ученики. Это было очень нелёгкое время. Это был распад Советского Союза. Я имею в виду нелёгкое время для системы образования, потому что у нас не было учебников, они менялись. Не было новых подходов ещё тогда сформировано. И я помню прекрасно все её уроки, все уроки её помню. Но в памяти у меня осталось то, что она преподавала нам, выходила из этой сложной ситуации, она преподавала у нас историю общества знаний по вырезкам из газет. Это, я думаю, помнят все её первые ученики. Она нам показалась очень молодой, она нам показалась очень демократичной. Советская школа, такие учителя, они у нас редко встречались. Она была очень жизнерадостная, весёлая. Ну и вот, в общем-то, как-то я её так запомнила. И она, наверное, привела любовь к предмету, к истории. И научила меня любить детей, свою профессию. Поэтому после школы я поступила в педагогический университет. Начиная с 90-х у Ольги Борисовой ежегодно был выпускной класс. Поэтому посчитать, сколько учеников охвачены классным руководством, очень сложно. Впрочем, тут главное не количество, а качество. Кстати, с этим тоже всё в порядке. Вопускники Ольги Николаевны состоявшиеся. Успешные люди, многие из них живут и работают в Тазовском районе. Ольга Николаевна была нашим классным руководителем. Также вела у нас предмет общество знания, правоведения. Только хорошие воспоминания о школе и о ней, как и учители, и как о нашей классной маме. Была такая история. В 10-м классе я готовил доклад на тему обеспечения жильём молодых семей на территории Маланинского автономного округа. Тогда с этой работой я занял третье место на округе. Так что сейчас получилось так, что судьба свела, работаю директором жилищной политики. В том числе реализуем данное мероприятие обеспечения жильём молодых семей. Мой такой ценный, наверное, стимул жизненный – это смотреть, как растут дети. Это очень интересно. Сейчас мы с вами по коридору бегали, видели, как дети вырастают и как они изменяются очень. Это очень глобально видно. Мой жизненный принцип – ни одного педагога или работника я не буду никогда ругать, вызывать на ковёр, скажем так, если он выполняет свою работу. У меня к нему не будет никаких претензий, и я не буду вмешиваться в его учебный процесс или что-либо другое. Ещё, наверное, с годами пришло, ну, оно, наверное, не уходило, но ещё больше пришло, что нужно всегда отстаивать свою точку зрения. Даже когда вроде бы и не надо, да, я иногда учу детей, что этого делать не надо, что не всегда надо агрессивно на что-то настроиться и до конца довести, но вот есть. Ну, наверное, то, что пришло, и это в плюсе, что я сама запросто могу позвонить любому начальнику, любому руководителю, потому что надо какие-то вопросы решать, да, и мне нравится то, что эти вопросы решаются, то есть что мы вместе можем решить какой-то очень насущный вопрос. Что ещё пришло, что надо меняться самому педагогу. Это давно мне пришло, потому что моя работа всегда такая была шумная. Я никогда не любила простую лекцию. Мне всегда нравилось, когда дети разговаривают, когда дети что-то пишут, что-то решают, шумят. И, наверное, то, что пришло в школу после прихода ко мне, это не боязнь прийти в кабинет директора любого ученика. У меня есть замечательный выпускной класс 11-й, который я не учу, но, наверное, больше всех за эти годы, особенно с 10-й, 11-й класс, с половины девятого, в кабинете в борьбе за свои права побывали они. Да, они всегда приходят чем-то поделиться, пожаловаться, спросить, узнать. Ну вот, есть. И интересно, что когда дети вырастают, они уже не боятся прийти, что-то спросить, посоветоваться и сказать. А можно конфетку? Вот, наверное, так. Ну и пришло то, что всё-таки уметь отстоять себя в том же самом конкурсе или где-то по-другому, это совсем вообще не страшно. Ещё одна фишка. Кабинет лучшего директора Ямала 2021 года, коридоры, столовую и всю школу украшают бабочки. Важный аксессуар в гардеробе Ольги Борисовой – броши в форме бабочек. Впервые их подарили выпускники. Это стало началом большой любви и большой коллекции. Сегодня у Ольги Николаевны более 200 таких украшений. Мне кажется, она была бы самой яркой, самой большой, ну, как мама-бабочка, которая всех себе забирает, со всеми заботится. Мне почему-то представляется как бабочка-махаон, но махаон коричневый, а Ольга Николаевна будет голубой, либо синий. Вот мне почему-то так кажется. Я думаю, она сама по себе такая яркая, такая вот открытая личность. Я думаю, она была бы каких-нибудь таких радужных цветов. То есть вот она яркая, такая позитив, несёт радость, эмоции. И вот за всё то время, сколько вот я с ней и училась с ней, и работаю с ней, никогда я не видела, чтобы у неё был какой-то негатив. Вот у неё всегда добро, добро вот идёт. Школа – это уроки жизни и перемены к лучшему. Между ними звонки с хорошими или плохими новостями. Ольга Борисова знает об этом, как никто другой. Потому что её будни именно такие. Потому что из этого и складывается время директора. Это всё. Ну, мечтаю, наверное, о том, чтобы все дети любили учиться и любили свою школу. Потому что, как бы ни говорили, всё равно образование – это важный фактор для развития любого человека. Не будет образования, ничего другого не будет. Наверное, всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok